Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые абитуриенты и все те, кто подключился к нашей прямой трансляции. Это КФУ Лайв. Продолжаем серию прямых эфиров. Для вас эту встречу проведу я, Роман Полинсков. И сегодня у нас в гостях представители Института дизайна и пространственных искусств КФУ. И с вашего позволения я представлю наших сегодняшних спикеров, которые ответят на ваши вопросы, которые вы присылали ранее нам в группу во ВКонтакте КФУ и по ходу эфира тоже можете их присылать. Карина Рашидовна Набиулина, директор Института дизайна и пространственных искусств. Карина Рашидовна, доброго дня! Добрый день! Степан Викторович Новиков, заместитель директора по развитию. Степан Викторович, вам тоже добрый день! И Альбина Ринатна Гайдук, заведующая кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования. А в нашем случае она еще в центре зала, потому что она председатель приемной комиссии нашего института. Вот еще какое-то добавление есть. Альбина Ринатна, вам тоже добрый день. Добрый. Поздравляю, кстати, с наступлением лета, с тем, что по сути летний сезон нашей программы КФУЛАЙФ открываете именно вы, как и зимний сезон открыли тоже, и весенний. И уже осталось совсем немного времени до самой приемной кампании, поэтому давайте дальше мотивировать товарищей абитуриентов и бакалавров, и магистров, чтобы они поступали к нам. Начнем с тупительного слова. Друзья, стартовала приемная комиссия в КФУ, и мы, конечно, хотели бы вас пригласить в ней принять участие. Мы видели бы у себя ребят трудолюбивых с высокими баллами. Прошлый год показал, что эти баллы у нас высокие по институту, и, конечно, творческих. Поэтому мы и готовим заранее, и подготовительные курсы проводим предварительно, ну и, конечно, открыто к ребятам, может быть, с не такой сильной художественной подготовкой, но с большим желанием и большой целеустремленностью стать дизайнерами, архитекторами и владеть хорошо инженерными науками. Спасибо, Калина Рашидовна. Коллеги, есть что добавить к словам директора? Я думаю, что мы перейдем к вопросам, которых мы говорим очень много. Давайте перейдем к вопросам. Вопросов у нас тут несколько, примерно штучек 12-11. Но напоминаю, друзья, то, что вы можете задавать их по ходу нашего прямого эфира в стальной стиве ВКонтакте. И первый вопрос. Расскажите про направление вашего института. У нас два направления. Два направления подготовки. Первое направление – это профессиональное обучение по отраслям, а второе направление – это дизайн. Если говорить о профессиональном обучении по отраслям, то тут мы открыли новое направление, я думаю, что и на сайте мы видели. И мы настоятельно рекомендуем подписываться к нам на странице ВКонтакте, выкладываем там тоже актуальную и интересную информацию. Первое направление, которое открывается в этом году – это архитектурное пространство, дизайн среды. Степан Викторович об этом сегодня еще и расскажет. Это достаточно интересное направление. Второе направление – это дизайн интерьера, предметный промышленный дизайн. Все вот эти две формы – они очные формы со сроком обучения 4 года. Следующее направление, которое мы также открыли в этом году – профиль. Это искусство архитектуры. Очень заочная форма обучения, 4,5 года. На ней у нас ребята будут учиться. И тоже на нем, Степан Викторович, подробно остановится. И также сохраняем мы профиль профессионального обучения, направление дизайн интерьера. Это тоже было популярное у нас место для поступления. Заочная форма обучения, срок обучения 5 лет. Вот на все названные эти направления и профили подготовки у нас сдают следующий экзамен. Если ребята приходят после школы, то они сдают на выбор один из трех экзаменов. Либо история, общество знаний, иностранный язык – один из трех. Обязательным является русский язык. И плюс у нас есть еще творческий экзамен, рисунок. О нем мы тоже сегодня расскажем. Это первое направление. Второе – профиль подготовки. У нас дизайн. Тут мы сохраняем коммуникативный дизайн. Плюс открываем новое направление. Это коммуникативный дизайн, который будет преподаваться на английском языке. Тут ребята смогут повысить свой уровень подготовки и обучаться профессиональному языку в профессиональном направлении. Плюс мы также сохраняем профиль моушн-дизайн. Вот если говорить о коммуникативном дизайне, то тут срок обучения был 4 года, а моушн-дизайн, который является очень заочной формой обучения, срок обучения 4,5 года. Экзамены. Какие экзамены? У нас тоже часто очень спрашивают. Экзамены все те же самые. Это на выбор. История, общество, знания и иностранный язык. Обязательно русский язык и творческий экзамен, рисунок. По поводу иностранного языка хотел дополнить, так как мы тоже волей-неволей общаемся с абитуриентами. По поводу иностранного языка. Вот есть ребята, которые выбрали для себя то, что хочу быть дизайнером. У них в регионах, например, в Удмуртии, в каких-нибудь других институтах, в Башкирии английский язык не требуется. У нас же, когда открываешь вашу группу ВКонтакте, ваш сайт на портале Казанского федерального университета, написано английский язык. И многие пугаются, что это обязательно или это не обязательно английский язык. Например, у нас на выбор идёт из трёх экзаменов. Вы можете выбрать общество знания, иностранный язык у нас написано, не английский, а иностранный. И идёт общество знания. Вот под иностранным языком там подразделение на несколько языков. Насколько я помню, это немецкий, это английский и ещё один нужно уточнить в общеприёмный. Ну, то есть по вот этим экзаменам получается русский, математика, вот как обязательно у нас всегда идут? Математики нет. Она не считается? Да, у нас русский обязательно, творческий экзамен обязательный и рисунок творческий. И один из трёх получается история общества знания, либо иностранный язык. Верно. Но есть у нас ещё ребята, которые приходят после СПО. Для них немножечко другие экзамены. Для них какие? Да, они должны сдавать историю искусств, вот если на выбор, да, смотреть, у них история искусств, творческий экзамен и русский язык. Хорошо. Что ж, продолжим дальше по вопросам. Некоторые из них мы уже ответили, это про экзамены, которые нужно сдавать и какие вступить. Давайте про вступительные испытания тогда поговорим. Вот рисунок, какие ещё могут быть. И мне вот лично самым интересен критерий оценивания данных рисунков. Вот на что приёмная комиссия смотрит, как они это оценивают, как понимают, что данная работа может оцениваться высоким баллом, а данная низким, например. Вот это вот, внутренняя кухня тоже интересно. Наверное, стоит отметить ещё и сроки, когда можно сдать этот экзамен, потому что сроки уже определены, приказ вывешен на сайте. И ребята у нас тоже спрашивали очень часто, когда же, когда же. 18-го числа в 16.00 у нас будет консультация в Zoom. И ссылка также лежит и на сайте в приказе, и в ВКонтакте мы у себя выложили, её оттуда можно почерпнуть и пользоваться. 19-го и 20-го числа у нас будут проходить экзамены. Экзамены, стоит обратить внимание, что будут проходить в этом году по адресу carlmarksa74. Тоже в приказе это всё указано, и ребятам не стоит путаться и приходить по прошлогодним данным. Экзамен начинается в 9 часов утра, заканчивается в 2 часа дня. Распределение будет по двум спискам, как мы это сейчас обговариваем с приёмной комиссией. И в личном кабинете у каждого из аппетриентов покажется, в какой он из списков попал, на какой из день он определён. Что касаемо самого экзамена, ребятам нужно прийти хорошо подготовленно. Конечно же, мы обращаем внимание на подготовку линейно-конструктивного рисунка. Сейчас у нас, кстати, идут курсы. Они есть ещё и в онлайн-версии, и мы ребятам настоятельно советуем их посещать. Что с собой нужно взять? Во-первых, это карандаши разной мягкости и твёрдости. Это ластики, это скотч, это кнопки для закрепления листа авторого формата. Листы планшета мы выдадим сами, но если вдруг у нашего абитуриента есть любимый планшет, он также может прийти с ним. Мольберту мы выдаём. Ну и, конечно же, хорошее настроение, положительный настрой, возможно, какой-то лёгкий перекус тоже приветствуется. Что у нас будут рисовать наши абитуриенты? Это постановка, которая состоит из трёх объёмных геометрических фигур. Возможно, это шар, купор, лепипед, какая-то другая форма. И два бытовых предмета — ложка, ваза, графин и много-много другое. Из этого будут составлены композиции, которые ребята должны будут с 9 до 2 нарисовать. Интересно. А, кстати говоря, ребята могут сдать экзамены ещё и дистанционно. Мне кажется, это тоже очень актуально для многих. Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на сайте «Я буду студентом КФУ». И в личном кабинете, когда вы регистрируетесь, у вас появится окошко выбора подачи документов и сдачи экзаменов. Вы можете подать документы в электронном виде. В этом году у нас упрощена система и даже появляется система электронной подписи. Получается, что абитуриенту совершенно не нужно будет приходить и подавать документы лично. Это можно сделать уже через наш сайт. И плюс ещё момент выбора экзаменов. Если ребёнок, абитуриент, выбирает подачу экзаменов дистанционно, то система его перенаправит в определённый день, а это 19 и 20 число. Дата не меняется, время также не меняется. И абитуриент сдаёт через систему «Экзамус» этот сам экзамен. Каким образом происходит сдача экзамена? Вы должны будете себя обеспечить хорошим интернетом. Всё это время, пока вы рисуете, он должен быть бесперерывный. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее. Кроме того, вы должны обеспечить себя карандашами, листом авторого формата и хорошей веб-камерой. Потому что всё, что вы рисуете, веб-камера у вас должна снимать. И это главное условие системы «Экзамус». Когда вы рисуете в вашем кадре, то есть всё, что вас снимают, в кадр не должен появляться кто-то посторонний, не должен кто-либо говорить, что-то вам подсказывать и проходить мимо. Иначе система воспринимает это как какие-то погрешности, что якобы вам кто-то помогает и просто-напросто исключает вас из экзамена. Кроме того, мы тоже это увидим. Система нас оповестит, что в кадре появился кто-то лишний и посчитает, что это нарушение правил. Вы рисуете. Как только вы нарисовали вашу композицию, которая вам предоставлена системой, её фотографируете и направляете на адрес, который будет указан. Кроме того, ещё система сфотографирует то, что вы сделали. То есть условия у всех равные, что вы сдаёте очно, что вы сдаёте дистанционно. По дистанционному напомнило, как на онлайн-стриминговых платформах рисовалки делают. Вот веб-камеру поставил, рисуешь, тебе там донаты кидают, всё остальное чем-то похоже напомнило сейчас. Там, что, по-моему, критерии оценки были, да? Да-да-да, вот критерии оценивают, самое интересное. По поводу критерий оценивания. В этом году мы тоже в приказе всё это выложили, всё это у нас лежит на сайте, можно посмотреть внимательно. Оценивается построение композиции, правильность размещения на листе, масштаб самой композиции, оценивается сам линейный конструктивный рисунок, правильность построения, наложение штриха и тона, и выявление плановости. Вот все эти критерии оцениваются в 100 баллов. Максимально можно набрать 100 баллов из возможных 100. Ещё можно сказать, что у нас есть свой личный сайт. Ссылка на него есть и в ВКонтакте, и в Телеграм-канале. И на этом сайте есть такая штука, как гайд, где есть 5 правил успешной сдачи экзамена. То есть его можно скачать и зарегистрироваться у нас на сайте. И очень много отзывов приходит, потому что там всё наглядно описано и такими подсказками важно. Так что регистрируйтесь. Также у нас, кстати, ещё подготовительные курсы набора есть, но онлайн-курсы, которые тоже ещё ребята могут пройти перед экзаменом, успеть себя прокачать. Вот такой вопрос хочется задать. Насколько востребованы, продублируем, потому что ротация эфира у нас довольно-таки большая, насколько востребованы эти курсы, особенно перед экзаменами, потому что мы знаем, что с 20 июня самая жаркая пора для Казанского федерального университета начнётся. Ну, курсы, конечно, востребованы, потому что есть такие ребята, которые определились с поступлением буквально-буквально в конце мая. И, конечно, когда ты приходишь на экзамен, ты должен понимать, что рисовать. И курсы, даже месячные курсы, двухнедельные, они дают понимание, что ты должен сделать. Потому что в том году были такие случаи, когда просто не выполнялось задание по... ну, критерии не выполнялись, да, то есть не был рисунок линейно-конструктивный, например. Компоновка была неправильная на листе и так далее и тому подобное. То есть, конечно, навыки эти надо знать, что от тебя требуется на экзамене. Конечно, на экзамене тоже скажут, что во время экзамена все нервничают и не так могут понять, услышать. Из-за этого либо видеоуроки посмотреть, либо всё-таки вот прийти на день открытых дверей. Он у нас проходил, кстати, уже в рамках нашей выставки «Годы института». Пришло очень много ребят и, в общем-то, очень много вопросов снялось. Также был у нас онлайн день открытых дверей. Ну, мы всегда открыты во всех ресурсах, вопросы на все ваши ваши отвечаем, так что тоже можете писать, ребята. И 18-го числа мы настоятельно рекомендуем для наших поступающих, для абитуриентов посетить нас и посмотреть, и послушать нас. Мы расскажем о этом экзамене подробнее. И для нас очень важен именно архитектурный рисунок. Поэтому часто приходят ребята с хорошей художественной подготовкой после окончания художественных школ. Но здесь требуется для дизайна, для архитектуры инженерии, требуются, конечно, специальные навыки. Поэтому вот Альбина Ренатна очень верно приглашает на вот эту консультацию. Ребята. Онлайн она тоже будет, да? Да. И очно, и онлайн. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос. Какой средний балл на бюджет? Мы можем ориентироваться только по прошлому году. Ну, так и планируется. В прошлом году средний балл поступающих на бюджет 88,9. У нас вообще у Института дизайна пространственных искусств, у нас очень высокий средний балл. У нас... Это причем со старта, когда Института появился. Да, да. У нас не так много ребят, поэтому мы обеспечим им индивидуальную образовательную траекторию. И я думаю, что это тоже важно. Раскрыть талант каждого. Ведь у нас творческие направления подготовки. У нас в прошлом году было 47 золотых медалистов. У нас было 9 стобальников. Это те ребята, у кого все три экзамена на 100 баллов сданы. Поэтому, конечно, у нас учится очень престижно. Мы можем сказать, что у нас учится интеллектуальная элита. Это будет справедливо. По поводу обучения. Перейдем. Вопрос. Сколько стоит обучение в вашем институте? У нас есть различные категории, различные программы. Я думаю, что точные цифры, они уже в приказе или еще ожидается? Нет, пока не выжившие. Мы тогда, давайте будем ориентироваться, чтобы быть честными на прошлый год. Есть несколько категорий. Дизайнеры. И вот одно из моих любимых направлений подготовки. Коммуникативный дизайн. Это ребята, которые получат очень широкий спектр знаний. Здесь и графический дизайн первую. Но при этом они будут прекрасно владеть основами проектирования, передачи предметно-пространственной среды. Они посещают уже сегодня на первом курсе наши уникальные лаборатории вычислительного дизайна, цифрового производства. Занимаются программированием. Они в иммерсивной лаборатории Альбина Ренатовна сразу же одними из первыми являются резидентами. И возможности коммерциализации в нашем креативном технопарке и их стартапах. Поэтому, конечно, программа у них очень-очень насыщенная, очень плотно учиться, очень трудно. И программа дорогостоящая. В прошлом году это было 260 тысяч в год. Но ребята обучаются 4 года. У них занятия идут очень плотно. И уже с первого курса у студентов есть возможность в свободное от учебы время работать по профессии и зарабатывать таким образом. Я не говорю о каких-то больших деньгах, потому что на первом курсе именно. Потому что первый курс все-таки ребята идут еще только после школы. Они еще осваивают базовые навыки. Но, тем не менее, первые работы по профессии мы от вуза обеспечиваем. Это творческие работы. Здесь оформительские работы. Сейчас мы занимаемся креативным технопарком в структуре нашего института Казанского федерального университета. У нас предусмотрена экосистема молодежного предпринимательства, студенческого предпринимательства в сфере креативных индустрий. Три ключевых направления. Здесь идет и медиаискусство. Здесь идет и NFT-токены, NFT-биржа. Поэтому мы говорим как о сохранении авторского права за ребятами, так и о потенциальной коммерциализации их творческого продукта с помощью вот этих современных трендовых инструментов. Безусловно, и традиционные способы, коммерциализация их наработок, они тоже присутствуют. Потому что наши преподаватели – это в основном практикующие дизайнеры, архитекторы, инженеры. Поэтому есть возможность примкнуть в их лабораторию и таким образом зарабатывать, и какую-то часть своего обучения уже сразу оплачивать самостоятельно. И это не просто слова, это тот кейс, который для нас важен, мы его сегодня, такую политику реализуем. Есть ребята, конечно, на более бюджетных, так скажем, программах обучающиеся. Это профессиональное обучение, и здесь у нас и искусство архитектуры, и архитектурное пространство, дизайн среды, интерьер. Это все программы, которые стоят несколько дешевле. Порядка 130-140 тысяч рублей – такая ценовая категория. Есть еще отдельная категория очно-заочного обучения. Здесь у ребят меньше часов, у них есть возможность весь день быть на основной работе. Это до 100 тысяч программы, и речь идет о моушн-дизайне, который тоже очень популярно. И если для коммуникативного дизайна вот эта вот работа в рекламе, выполнение веб-сайтов, спецэффектов, анимации, это все у них в программе сидит, моушн-дизайн обязательно сидит блоком, то здесь на очно-заочное образование выделен, конечно, вот только один вот этот вот фрагмент работы с динамикой, с графикой в динамике. То есть я правильно понимаю, то что вопрос цены, он бьется ответом по самой работе со студентами. Мол, первый семестр, может даже и меньше, мы тебя просто знакомим, а дальше выбирая возможность, как ты будешь деньги зарабатывать, обучаясь и практикуясь. То есть больше практикоориентированный институт получается. Вы правы, мы очень практикоориентированы. И кроме того, я еще хотела отметить, что для нас очень важно не снижать стоимость обучения, держать ее, потому что за счет этого мы можем обеспечить высокое качество образования, гибкость. Для нас очень важны зарубежные, российские поездки и стажировки наших студентов, знакомство и практика на реальных предприятиях. Это все тоже входит в стоимость образовательной программы для студентов. В этом году у нас были экспедиции на Северный Кавказ тоже в рамках практики, и в Москву, и в Санкт-Петербург. И зарубежные поездки в тех странах, где это сегодня разрешено, они тоже предполагаются. Мы проанализировали, вот сейчас у нас четвертый проект у ребят по коммуникативному дизайну. И у нас проектирование, например, преподают сегодня шесть преподавателей для четвертого проекта, потому что их проект требует смежных специалистов. А проекты должны быть выполнены максимально реальными, под реальный и креативный сектор экономики. Поэтому это все и дает высокую стоимость образовательного процесса. Хорошо. Про контракт поговорили. Бюджетные места. Сколько в этом году предусмотрено? В этом году у нас предусмотрено около ста бюджетных мест. По поводу заочки мы уже с вами говорили, но предлагаю продублировать, есть ли у вас заочное отделение, и назвать программы, где это реализуется. У нас есть один профиль подготовки, это дизайн интерьера. Только дизайн интерьера мы готовим в заочной форме. По количеству времени сколько идет обучение? Пять лет. Пять лет они обучаются. У нас есть еще два очно-заочных. Это моушн-дизайн и искусство архитектуры. Новый как раз то, что открывается. Может быть, Степан Викторович расскажете? Как показала практика очно-заочного на моушн-дизайне, достаточно популярное направление. Ребята идут, учатся. Многие, кстати, хотят не только, как у нас вечернее оно идет, и более утренние часы. То есть, в общем-то, это полноценное образование. И в этом году мы открываем искусство архитектуры. На выходе это будут специалисты в сфере архитектуры, обладающие проектными знаниями, теоретическими знаниями, знаниями экономики, юриспруденции в сфере архитектурной деятельности. То есть, это такие спецы. В основном туда, наверное, мы планируем, пойдут уже с базовым образованием, творческим желательно, чтобы это архитектурное, либо инженерное образование было. Либо, может, наоборот, какое-то другое базовое образование, экономика может быть. И уже получить образование в сфере архитектуры. То есть, это такой будет уникальный специалист, который в целом, когда архитектор выходит уже в практическую зону деятельности, очень много ниш занято. Мы это поняли. Не занято, а наоборот, открывается. И многие идут не совсем в архитектуру, а около архитектуры, в менеджмент, девелопмент, либо какие-то, может быть, даже в управлении в сфере архитектуры. И вот мы решили, что в целом эта линейка будет расширяться у нас. И мы начали вот с такого курса, как искусство архитектуры. Но абитуриентов-школьников мы также ждем. Да, то есть направление могут как и школьники, так и после среднепрофессионального образования поступать. Вообще, очно-заочное обучение, оно предполагает, что студенты могут быть при желании интегрированы и в такую социальную, в общественную жизнь институту. У нас много ребят, которые не имеют возможности участвовать в наших дополнительных мероприятиях, потому что они работают. Но и много ребят, которые как раз для них это ценно. И они полноценно, как студенты-очники, участвуют в социальной жизни, в наших мероприятиях творческих, в наших фестивалях, шоу-программах, которые мы очень любим делать, потому что мы очень творческие, и мы считаем, что кто хорошо работает, тот и очень творческий, креативно веселится. Поэтому в рамках дозвольного мы себе позволяем. Ну и очная-заочная форма, она может позволить все-таки студенту еще дополнительно работать. Либо в том числе, возможно, и в наших лабораториях уже. Ну, по-моему, есть минус про отсрочку от армии, Альбинарнат. Да, верно. На очную-заочную форму и на заочную форму от срочки от армии нет. По поводу работы продолжим говорить, затронули практику. И давайте углубимся, где студенты проходят практику. Ну, как мы уже сказали, да, то, что на первом курсе, втором курсе, вот у нас на сегодняшний день, мы максимально стараемся поощрять лучших студентов в области учебы, либо в активной общественной деятельности, да, вывозим их в наши российские города Санкт-Петербург, Северный Кавказ, различные мастер-классы, Москву. Также выезжали мы. Конечно, для нас открыты двери всех казанских бюро, но это мы все-таки планировать будем уже, наверное, на третьем-четвертом курсе, какие-то мастерские, да, такие конкретные на стажировки отправлять. Вот, для первого курса у нас запланировано уже в этом году артсмена в лагере Буревестник совместно с Елабужским институтом, где мы будем также погружаться уже в практические задачи по стратегии развития исторического поселения города Елабуга. Будем строить объекты в лесном массиве, где расположен лагерь Буревестник, и различные дополнительные такие профессиональные творческие активности. Из зарубежных поездок у нас предусмотрены уже сегодня заключены договоры у Казанского федерального университета по нашей линии с двумя вузами. Один из Турции, а второй вуз из Египта. И мы предполагаем, конечно, что мы будем с этими партнерскими вузами выстраивать при благополучной политической обстановке, при условии безопасности. Мы будем полагаться на вот эти страны в 2002-2023 году, а в дальнейшем, конечно, уже покажет ситуация. И, кроме того, у нас и преподаватели многие, практикующие архитекторы и дизайнеры, поэтому есть возможность в их мастерских проходить практику. И особый акцент мы делаем как раз на креативной технопарке ФУ. И там мы очень поощряем студенческие стартапы. Потому что, возможно, после выпуска наши студенты не захотят идти в найм работать, а захотят открывать свое собственное дело. И очень ценно, когда ты пробуешь либо в качестве самозанятого, либо в какой-то другой юридической форме, ты пробуешь себя в реальном секторе экономики, еще будучи на первом, на втором курсе со студенческой скамьи, а не первый опыт происходит, когда ты уже получил диплом. Тогда это может быть и разочарование немножко другого рода. Более предметно об этом чуть попозже поговорим, потому что у нас есть такой вопрос, заготовленный. Никто спойлеров не любит. Договорились. Заговорили про зарубежные страны. Не только российские студенты учатся за рубежом, но и иностранцы учатся у нас. Поэтому следующий вопрос про них. Когда начнется прием документов для иностранцев, как проходят экзамены, в какой форме они проходят? Прием документов для иностранцев уже начат. Они все так же могут подавать через личный кабинет свои документы. Никаких ограничений тут нет. Какой еще был второй вопрос? Как проходят экзамены и в какой форме? Для иностранцев есть отдельные ссылки. Для них созданы отдельные приказы. Они могут сдавать и с общим потоком прийти, сдавать экзамен. Могут сдавать и индивидуальным потоком. Могут сдавать также с дистанционным. Мы знаем, что некоторые наши абитуриенты находятся за пределами Российской Федерации. Поэтому дистанционная подача экзамена для них наиболее удобная. Поэтому пользуясь личным кабинетом, определяя сроки подачи документов и определяя время сдачи экзаменов, они могут выйти к нам на дистанционный экзамен. Возможно, для иностранных студентов будет интересна программа как раз на обучение на английском языке. Потому что сегодня мы видим, что в некоторых группах как раз иностранным студентам легче понимать, когда преподаватель объясняет им на английском. У нас есть такие преподаватели, и мы открыли эту программу в этом году. Возможно, им будет это интересно. Ну и, кроме того, Казань – третий город, который признан лучшим для молодежи. Я думаю, что иностранным студентам будет тоже здесь интересно, в городе. И довольно комфортно. Проще welcome, товарищи. Это как раз на направлении коммуникативного дизайна на английском языке. Чтобы ребята не путались. Мы стараемся создавать им комфортные условия, максимально комфортные, прислушиваясь к их мнению. Вопрос по магистратуре. Расскажите про направление магистратуры, как проходит процесс поступления на эту ступень. По магистратуре у нас два направления подготовки. Это дизайн и профессиональное обучение. Дизайн – это дизайн и пространственное искусство. Срок обучения – два года. Второе направление – это образование в сфере дизайна и архитектуры. Все это только очные формы обучения, и срок у них одинаковый – два года обучения. Какие экзамены они сдают, тоже в приказах все это есть, но я думаю, что не будет лишним, мы расскажем. Во-первых, это собеседование по вопросам, которые касаются искусства, архитектуры и дизайна. Вопросы по прошлому году, они лежат также на сайте КФУ. Можно в разделе «Итоги приема» посмотреть эти вопросы. Они будут похожими, схожими, но, конечно же, не такими же. Дальше они должны написать мотивационное письмо, почему они хотят учиться на данном профиле, почему они хотят к нам поступить, и в чем их дальнейший интерес. То есть они должны нас замотивировать, что они действительно хотят у нас учиться. И обязательно для них наличие портфолио. Портфолио оценивается отдельными баллами, в которые в портфолио они должны вкладывать именно творческие работы, то, что они выполнили, либо выполняют на какой-то стадии выполнения, может быть, находятся. Ну и, конечно же, они могут туда положить свои достижения, в портфолио, которые мы тоже рассмотрим. А вот по поводу портфолио еще дополнительный вопрос. Вернемся к началу нашей беседы. Для бакалавров учитывается наличие портфолио различных достижений? По поводу портфолио для бакалавров. Мы запрашиваем это портфолио, в личном кабинете это тоже указано, для чего оно нам нужно. Бывает такая ситуация, когда два бетриента набрали отзнаковые баллы, и нам нужно определиться, с кем же мы будем дальше, кого мы примем дальше. И вот как раз тут наступает момент, когда мы открываем портфолио и изучаем творческую работу поступающего абитуриента, и можем сделать правильный выбор в пользу более достойного абитуриента. Ну и последний вопрос, заключительный, который прислали нам в социальной сети ВКонтакте. Расскажите, какие возможности трудоустройства есть у ваших выпускников? Вот здесь как раз-таки о технопарках, о студиях преподавателей, все, что есть. На третьем и четвертом курсе наши студенты уже могут вполне совершить определенный выбор, какая же специализация им интересна. Для них предполагается широкий выбор. Они могут быть проектировщиками, они могут работать архитекторами проектов, они могут работать дизайнерами проектов, могут быть графическими дизайнерами, работать в рекламе, в анимации, делать сайты, делать проекты, связанные с моушн-дизайном, с рекламой. Они смогут заниматься полиграфией, то есть набор достаточно широкий. Кроме того, мы же предлагаем еще и определенный инструментарий коммерциализации себя, своего творческого продукта, будучи еще студентами. Поэтому они могут попробовать как какое-то одно из направлений, которое им интересно, так и несколько, и попробовать себя уже в реальном секторе экономики. Как раз наш креативный технопарк. Это место, где они могут делать стартапы, могут делать совместно со своими научными руководителями, практиками реальный продукт. В этом году мы ввели объект, связанный с проектированием объектов молодежной политики по республике Татарстану. У нас были молодежные центры, мы их проектировали от эскиза до уже реализации, весь проект курировали. Поэтому у ребят при наличии компетенции вот в этом году такая возможность была присоединиться к своим кураторам, архитекторам и дизайнерам. Предметный промышленный дизайн лаборатории, вычислительный дизайн цифрового производства также предполагает, что еще в студенческие годы можно начинать как подмастерье, можно заниматься программированием, можно заниматься изготовлением опытно-конструкторских образцов и проявлять себя в дизайне вот таким образом. Можно быть в лаборатории у Елены Владимировны концептуального проектирования. И здесь очень большое внимание уделяется зарубежным конкурсам, параметрическому дизайну, параметрической архитектуре, как элементам связанных с проектированием, так и также с выполнением опытно-конструкторских реальных образцов и попыток коммерциализации этого, как в виде цифрового двойника, так и уже материальное исполнение. Поэтому у ребят очень широкие возможности в зависимости от желания попробовать себя в реальном секторе экономики и на выпуске уже получить и реальное портфолио своих проектов, так и определенные навыки не только в теории, в практике, но и даже в коммерциализации своего творческого продукта. И еще у нас есть такая возможность, у нас действует уже школа искусств для детей, то есть уже со студенческой скамьи, особенно ребят, у которых уже есть образование какое-то, то они могут себя попробовать в качестве преподавателей, поработать с детьми. Ну, преподаватель-ассистент, так скажем, да. То есть как помощники. А еще мы как сами, как преподаватели, да, руководство института, мы всячески налаживаем сейчас контакты с различными студиями. Вот сегодня буквально мы встречались в студии Артемия Лебедева. Вот, и хотя они на стажировку не берут вообще ребят, да, но мы сейчас максимально прорабатываем с ними вопрос о общих каких-то взаимно интересных проектов, может быть, конкурсах, чтобы они как бы могли отслеживать наших ребят, то есть в том числе развивать моушн-дизайн, который, в общем-то, практически в России нигде не преподается, на фундаментальном академическом уровне, да, то есть это их очень заинтересовало, и вот такие внедрения, да, частные конкретных ребят мы планируем, потому что мы в этом тоже заинтересованы, чтобы наши ребята были, ну, трудоустроены в лучшие мастерские, бюро нашей страны и не только. Да, вообще успех любого института – это успех его выпускников, поэтому мы максимально вкладываем все знания, которые у нас есть, и даже немножко больше, потому что партнеры для нас тоже – это крупные разные предприятия, творческие компании. Хорошо. Что ж, вопросы у нас закончились, и предлагаю какое-то заключительное слово. На путствие на ЕГЭ, я уже думаю, нет смысла ребятам давать абитуриентам, потому что они так уже заряжены, им каждый день все родственники говорят – давай-сдавай, иди, ты справишься. На путствие, на поступление. Вот для себя мы выработали три ценности. Для нас очень важно высокое качество обучения, для нас очень важно, чтобы ребята получали удовольствие, когда обучались у нас, и третье – это обязательно получение опыта, как опыта в профессии, так и опыта коммерциализации своих навыков. И вот я хотела пожелать ребятам вот этот вот второй пункт из наших трех слагаемых, чтобы они получали максимум удовольствия, у них чудесный возраст, чудесная пора, они могут себе позволить раскрывать свои таланты, раскрывать свои возможности, подбирать преподавателей, тьютеров, наставников, которые им по душе, и которые их мотивируют. Мне кажется, что вот это очень ценно – делать любимое дело. Я желаю ребятам, чтобы они выбрали такой путь, который позволял бы им заниматься любимым делом с удовольствием. Степан Викторович, любимый дата. Ну, я хочу пожелать ребятам удачи в первую очередь, сильно не нервничайте, главное – это ваше здоровье моральное и физическое, да. Мы, конечно же, вас всех ждем в наших стенах, всех талантливых, самых лучших ребят, которые любят искусство, архитектуру, дизайн, которые хотят развиваться в этом направлении, которые хотят реально работать. У нас в институте учиться достаточно сложно, то есть у нас насыщенные такие интенсивные дни, то есть дурака валять не получится, это мы сразу предупреждаем. Но в то же время, как показал первый год обучения, первый курс, все ребята очень довольны, заряжены, активны, улыбаются и уже показывают результаты после первого года. Вообще у нас такая цель, чтобы после первого года уже обучения, даже если студент уходит в практику, либо просто хочет работать, что у него уже есть знания тех или иных компетенций, которые он уже может применить, то есть он уже может что-то спроектировать, что-то реализовать. И то есть с каждым годом эти навыки все будут увеличиваться и увеличиваться. То есть мы абсолютно практико-ориентированный институт, и таких ребят мы ждем у себя. Я, наверное, пожелаю ребятам, нашим абитуриентам, быть дерзкими, быть смелыми, преодолевать все пороги, ничего не бояться. Как говорил мой наставник, когда-то не боги горшки обжигают, поэтому у вас все получится, не бойтесь этих экзаменов, у вас должно все пройти великолепно, я считаю. ЕГЭ пройдет, придете к нам на творческие экзамены, будем рады вас видеть в стенах нашего института. Ну а мы, собственно, будем рады видеть вас здесь еще, в рамках нашей программы. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти и еще раз рассказать о вашем институте. Это был KFU Live для Института дизайна и пространственных искусств. Меня зовут Роман Полинсков. На этом все. Большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин